Сегодня приняли поправки в КОАР. Предлагается, первое, в 236-ю статью Уголовного кодекса ужесточить ответственности за нарушение соответствующих правил по неосторожности, которое могло привести к массовым заболеваниям или отравлениям людей, либо создавшей угрозу наступления таких последствий. Здесь достаточно серьезное наказание в виде штрафа от 500 тысяч до 700 тысяч и, возможно, лишение свободы до двух лет. Второе, если такое нарушение карантинных правил повлекло, также обращая внимание по неосторожности, смерть человека, то здесь уже лишение свободы, возможно, до пяти человек. Ну и вытекающее из этих двух частей правило, что если повлекло смерть двух и более лиц, то здесь лишение свободы, возможно, до семи лет. Нет, нет, договорились. Переходим к рассмотрению пятого вопроса. Обращаю внимание, что есть блок поправок, связанный со злоупотреблением свободы и массовой информации. К сожалению, это тоже есть. И есть у нас на сегодняшний день распространение фейков о ситуации с коронавирусом. Здесь также предлагается достаточно существенное увеличение штрафов. Материалы по данному законопроекту роздано. Законопроект прошел лингвистическую и правовую экспертизу. Ставится на голосование проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 31 и 151 Уголовно-профессионального кодекса Российской Федерации. В третьем чтении. Пожалуйста, включите режим голосования. Коллеги, мы придерживаемся... Без выступлений. Идет голосование. Пожалуйста. Подождите, подождите. Покажите, пожалуйста, результат. Федеральный закон принят. Комитет состоялся. При подготовке законопроекта ко второму чтению поступила 21 поправка. Часть из них юридотехнического свойства, часть из них по существу. Но все они направлены на решение. Главная задача – это максимально быстро, оперативно преодолеть пандемию и оказать помощь гражданам, а также нашему бизнесу, чтобы он мог спокойно, нормально и планомерно работать. Ставится на голосование проекта федерального закона внесение изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Третье чтение. Пожалуйста, включите режим голосования. Покажите результат. Федеральный закон принят. Гонопроект прошел все необходимые процедуры, готов к принятию в третьем чтении. Комитет просит... Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok